Воскресенье 29 октября при подготовке к переезду попал под обстрел ракетами «Хаймерс» 1-й батальон мотострелкового полка 1251 вооруженных сил армии оккупантов. В этом полке служат жители Чувашии, а командует полком уроженец республики Владислав Матузас. В автомобильной колонне были КамАЗы и УАЗы. На данный момент подтвержденной информации о потерях нет, но в волонтерских чатах называют числа до 120 человек убитыми и ранеными, а также 10 сгоревших машин. Уточняется также, что батальон «Атал» почти полностью уничтожен. Объявит ли глава Чувашии Олег Николаев день траура по погибшим? Вопрос риторический. Руководитель республики сильно занят вручением грамот. Здравствуйте, друзья. Аттракцион неслыханной щедрости. Маме освободителя уложили асфальт. Мы просили, если можно, положить нам возле дома к подъезду осмотреть. И за какую-то неделю они приехали, все сделали. Младший сын Татьяны проходит службу в армии, а старший Олег сейчас в зоне СВО. Но сейчас важно, говорит Татьяна, выполнить задачи, которые стоят перед Родиной. Да, сейчас сыну важно как можно больше военных преступлений совершить в Украине. Вляпаться просто по самой не могу, чтобы вся страна потом, три поколения, расплачивалась за свежий асфальт. По хожей просьбой в муниципальную администрацию обратилась и еще одна семья военнослужащего. Осенью дожди размывают землю, и территория перед их участком превращается в грязь. Глава семьи вернулся домой с ранением. Плохо работает одна рука. На вопрос, а почему бордюры по бокам дороги не уложили. Освободителю сказали, что уложат в обмен на вторую руку. А это уже дом еще одной жительницы Волоконовки. Светлана благодарит людей, которые ей сделали новый забор. Да, вот еще потрел, а то вообще ложился. Ну, сами понимаете как. Как такой забор сможет защитить от солдат НАТО? Сын Сергей был мобилизован также в числе первых. Но женщину не оставили один на один с проблемами. Да, деревянный барак за забором подсказывает, что все проблемы у женщины уже решены. Мать, которая отправила сына на войну, назад получила обугленное тело, говорит, что испытывает за него гордость. Из счастья это привезли, говорит, это обгарившее это тело. Не знаем, это... 90% говорит. Там, говорит, только от некосин. Нам, говорит, нужно анализ крови матери. Тяжело, наверное, да? Или вам, наоборот, это как-то вас отвлекает, может быть? Ну, тяжело и гордость. Тяжело и гордость. Гордость за сына берет, который поехал грабить, убивать, насиловать в чужую страну. Только потому, что дома на родине ни работы, ни карьеры, ни перспектив. Жил бы и дальше в путинской России. Ипотеку взял, женился, внуков мне подарил. Я бы им таким не гордилась. К сожалению, до сих пор эффективная дальность огня артиллерии противника выше нашей. И, соответственно, он на более дальних дистанциях может работать по нашим позициям. Мы же, к сожалению, не можем эффективно противостоять этой угрозе. Российский военблогер и пропагандист Юрий Подоляко, который обычно радостно рапортует о героических победах российской армии, в последнее время стал выпускать все больше грустных роликов, в которых признает, что украинская армия по своему качеству, по уровню подготовки, превосходит российскую и наносит России поражение уже на левом берегу Днепра в Херсонской области. Пока российская пропаганда кричит про наступление на Авдеевку, Подоляко с грустью жалуется, что на самом деле дела для российской армии вовсе не такие радужные. А ситуация в Херсонской области вообще на грани катастроф. И он поясняет это тем, что украинская артиллерия работает гораздо дальше и точнее, и из-за этого российская армия несет значительные потери, отступает и сдает позиции. С Херсонским направлением мне мои зрители в личку задавали вопрос, Юрий, почему так получается? Почему, казалось бы, противник небольшими группами может высаживаться на наш левый берег, проводить довольно широкомасштабные операции, а мы не можем этому помешать? К сожалению, до сих пор эффективная дальность огня артиллерии противника выше нашей. И, соответственно, он на более дальних дистанциях может работать по нашим позициям. Мы же, к сожалению, не можем эффективно противостоять этой угрозе. И даже контрбатарейную борьбу видим с очень большой натяжкой. Ой, а что же случилось? Годами российская пропаганда рассказывала, что у России вторая армия мира, вооруженная современным вооружением, аналогов которому нет, рассказывали, что Украина вообще ничего не сможет сделать, не сможет оказать никакого сопротивления такой армии и разбежится. Теперь же та же самая российская пропаганда признает, что Украина лучше вооружена, лучше подготовлена, и эта Россия ничего не может с ней сделать. При этом задать вопросы Шойгу, а где же вот эти все миллиарды потраченные, на что ты их потратил, где твоя вторая армия мира, где артиллерия, аналогов которой нет, о которой ты раньше рассказывал. Такие вопросы задать своему министру обороны они не могут, они их не задают, потому что они помнят, что случилось с Пригожиным, который как раз такие вопросы задавал. Эффективная дальность огня противника позволяет его не только поддерживать свои гарнизоны на плавник, но и даже на узкой полосе левого берега Днепра. И таким образом ДРГ противника, даже занимая какие-то позиции на левом берегу Днепра, оказываются под прикрытием своей артиллерии и могут эффективно удерживать позиции. К сожалению, такова реальность. Именно по этой причине новость из херсонского направления постоянно у меня в ленте. Кстати, своего результата противник все-таки добился. Какая-то оттяжка резервов все-таки противнику удалась. Но, собственно, именно по этой причине противник и продолжает вести подобные действия. Тот же Юрий Подоляков в первые дни полномасштабной агрессии против Украины радостно кричал, что у Украины остались считанные дни, что долго Украина не продержится. Россия сейчас вот-вот там за два дня возьмет Киев, Харьков и Одессу. А теперь вся эта его радость куда-то вдруг подевалась. И мы видим, как он сидит такой грустный и с тревогой рассказывает, что российская армия вообще-то несет потери. У него большие проблемы. Украинская артиллерия работает лучше, дальше и точнее. И куда же подевалась-то вся была уверенность? Российская пропаганда обычно не рассказывает про поражения и неудачи российской армии. Она старается их всячески замалчивать. В том числе старался это делать и Подоляка. Но когда таких поражений становится слишком много и они становятся слишком масштабными, правда о них все равно прорывается в эфир, потому что невозможно уже эту правду скрыть и игнорировать. И именно это мы видим сейчас как раз в исполнении Подоляки. Даже он уже не может молчать. И этой информацией важно поделиться. Важно ее распространять, поэтому оставьте лайк или комментарий к этому видео, чтобы оно получило больше охват. И обязательно подпишитесь на канал. Это тоже очень важно. Подписывайтесь на канал.